Здравствуйте всем! Мы на автодроме Смоленское Кольцо на восьмом этапе РХХЦЦ. Сегодняшний этап собрал более 140 участников, в том числе 18 участников и Республики Беларусь. Поэтому мы сегодня не одни, а с товарищами из братского государства. Сегодняшний этап называется Грам-при Владиславы и проходит в честь дня рождения моей супруги. Но надо сказать также, что сегодня мы также празднуем день рождения Александра Тичинина и нашего технического комиссара Дмитрия Крынаухова. Вот у нас сегодня такой хэппи-безды Грам-при. В прошлом выпуске мы начали рассказывать о классах автомобилей, которые участвуют в чемпионате. Сейчас мы продолжим этот обзор и начнем, пожалуй, с самого интересного класса, который называется АВД Рейс. Константин, расскажите, пожалуйста, почему вы выбрали именно этот класс и вкратце опишите его и какой автомобиль вы используете. Я участвую в тайм-атаке уже больше 7 лет. Я открывал чемпионаты в России, самые первые еще в 2006 году. В прошлом году решил попробовать для себя новый чемпионат РКХЦ, потому что я всю жизнь катался в Макс Пауэрскарсе. И сюда многие пилоты быстрые перешли. И решил выбрать самый быстрый и подготовленный класс, построить Субару. Сделали там в районе 450 сил, с нее сняли. В начале сезона были, конечно, небольшие проблемы с надежностью машины, какие-то мелкие болячки детские. Сейчас уже к концу сезона я вкатился в автомобиль. По крайней мере, могу побороться даже по очкам за третье место в сезоне. В этот класс попадают только полноприводные автомобили? Только полноприводные автомобили, да. Кто все-таки быстрее, Эвики или СТА-ки? Побеждает бюджет. Больше тренируешься, лучше накат, самое быстрое время. Неважно, какая у тебя машина. Субару, Эволюшн или ГТР старый. По каким критериям, кроме полнопривода, здесь разделяются автомобили? Практически у всех одинаковая мощность. Ну, есть машины там чуть помощнее, там 500 сил, может быть 520. По турбинам мы уравнялись. У нас теперь одинаковые практические турбины. У нас запрещен вспрыск. Мы ограничены по резине, не допускается слик. Нельзя ставить крутой блок управления двигателем. Все остальное можно. Это не столь сильно важно на техничных трассах. Потому что там нужна рулежка и главное скилл водителя самого, как он вкатан. К концу сезона у нас сейчас очень плотная борьба. Мы прям подтянулись. Пять участников борются за третье место и за второе тоже в чемпионате. То есть мы сейчас идем один-два очка разницы. Большое вам спасибо, удачи на гонках. Спасибо большое. Я участвую в серии RHHC на автомобиле BMW 1M в классе Super Street. Стандартные доработки, чип-тюнинг, подвеска, тормоза. Я участвую в чемпионате Hot Hatch в классе Super Street на машине Porsche Cayman S 2013 года. Из доработок всего лишь подвеска Bernstein PSS и спортивные колодки. В общем-то стоковый автомобиль показывает довольно-таки хорошие результаты на этом кольце. Класс Hot Race. Автомобиль Honda S2000. Достаточно стоковый мотор, 250 сил. Облегчение за счет пластиковых деталей. Пуск, выпуск и мозги. Плюс каркас и, собственно, все. Hot Street это, наверное, машинки от мощности двигателя, начиная где-нибудь от 180 и дальше. В рейсе нам практически ничего не запрещено с точки зрения доработок автомобиля. Но у нас машины не самые мощные. Самые мощные машины у нас гоняют в Super Race. Это уже там очень серьезные аппараты, дорогие. То есть это некий такой англим, который еще можно и доработать. От стоков здесь осталось двигатель, коробка передач, даже рулевая рейка неродная уже. То есть много всего поменено. Но опять же в рамках регламента. Все рейсовые классы, классы, в которых гоняют ребят, которые давно ездят, у которых очень хорошо, сильно подготовленные машины. Я, получается, иду сейчас методом проб и ошибок, дорабатываю автомобиль. Еще, на самом деле, много чего можно доделать, докрутить, довести до ума. Всем привет! С вами вновь Алексей Карачев. Сегодня мы поговорим о работе механической коробки передач. Как известно, в городских условиях мы переключаем передач не спеша, что недопустимо для гоночного трека, поскольку в момент переключения передач у нас выключено сцепление и мощность не передается от двигателя на колеса, соответственно, автомобиль в этот момент не разгоняется. Для того, чтобы научиться максимально быстро переключать передачи, я вам рекомендую следующее упражнение. Садитесь в свой автомобиль и, не заводя двигатель, начинайте максимально быстро переключать передачи с 1 по 5 и с 5 по 1 последовательно. И делайте так несколько подходов. Таким образом вы научитесь переключать передачи максимально быстро и улучшите свое время круга. Вот и подошел к концу восьмой этап чемпионата РХХЦЦ В этот раз многим участникам удалось улучшить свои результаты В том числе и мне Круг я проехал на три с лишним секунды быстрее, чем в прошлый раз на этой трассе По итогам дня я вновь занял десятое место Девятый этап чемпионата пройдет на подмосковной трассе в Мечково Увидимся там Субтитры сделал DimaTorzok